Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. В приложении ТНТ Клаб появилось новое голосование «Верни участника». Больше всего голосов на данный момент набрала Саша Гозиас. Костя Иванов говорит о своем желании вернуться вместе с Сашей. Сейчас они общаются как друзья. Костя хотел бы возобновить отношения, но без советов и помощи ведущих не справиться. Инна Воловичева побывала на съемках новогоднего выпуска «Дома-2. Сплетницы». Она восторгается дружной командой ведущих. Марина Тристановна Абрамсон получила предложение. Ее поклонник говорит о росписи, свадьбе. Сейчас он уехал в Таиланд и звал женщину с собой. Валера с Татой не хотели бы лишаться помощи бабушки. Они предлагают позвать поклонника на проект, но мужчина не готов приехать на шоу. Саша Шева хочет увеличить грудь, но пока она сомневается, пойдет ли ей. Лера Фрост, которую взяли ведущие на канал «Мьюзикбокс», опозорилась в первом же выпуске. Она все время запиналась и не могла связать даже двух слов. Также за кадром слышен мат девушки. Катя Зиновьева присматривается к Виталию Малышеву. Она ухаживает за ним, играет на гитаре и поет песни. В сети обсуждают поведение Евгения Жаркова. В одном из недавних эфиров он попил чай Ольги Рапунцель, а также искупал руки в приготовленном девушкой супе. Майя Абрикосова спросили, почему он никогда не затрагивает в своих очерках Алену Водонаеву, хотя они были достаточно яркой парой на проекте. Ответ очевиден, пишет Абрикосов. У меня к Алене был только сексуальный интерес, не более. Проектная пара, тусовка, писать особо нечего. Антон Гусев рассказал, что скоро руководство компании, где он работает, подарит ему автомобиль. А второе радостное событие в жизни Антона – это день рождения сына, которое будет совсем скоро. Гусев рад, что год заканчивается позитивно, так как в последнее время у него было очень много трудностей. Женя Феофилактова опозорилась из-за рекламного поста. Она так торопилась его опубликовать, что скопировала текст вместе со словами заказчика рекламы. Над ней посмеялись, ведь она сама не может написать и пары слов. Кристина Ослина делится со своими подписчиками фотосессии для свадебного журнала. А Андрей Черкасов убирает нарядный костюм. Подписчики считают, что дело у них идёт к свадьбе. Кристина Дерябина собирает деньги на поездку в Лас-Вегас. Это её мечта, и если она выиграет джекпот, то обещает вернуть все средства. Ирина Гибалова готовится к открытию салона красоты. Она приезжает в салон каждый день, следит за тем, как идёт ремонт. И только поздно ночью возвращается домой. В семье Алены Ашмариной и Ильи Григоренко пополнение. Правда, речь идёт пока не о ребёнке, а о собаке. О детях они также задумываются. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.